Ну, какие-то разговоры ведутся, что есть чисто китайская школа настольного тенниса. Где-то европейский стиль проглядывается, в Анли Джин, можно сказать, похож, как играют в Европе. И вот этот молодой человек, он не зацикленный, может быть, как роботы китайские спортсмены, сильнейшие китайские спортсмены. Он игровик, игровик. Это было заметно во время встречи. Он перестраивался, играл оригинально, не шаблонно. Ну, мне очень понравился, ужасно понравился. Не знаю, в душе я болею, конечно, за красивый настольный теннис. Но хочется, может быть, маленькой сенсации. Может быть, такой. Ну, вот, первое очко начинается. Розыгрыш 1-0 повел Ван Хауэ. Ну, он первая ракетка мира, а Джан Дзеке все-таки третья тоже ракетка мира. И он одержал победу на второй ракетке и достойно попал в финал. Поэтому не просто ему повезло где-то. Он одолел и Ван Лиджина, и более фантастические победы. Ну, как-то растерялся в первой партии. Посмотрите. В первой партии и не принял подачи, не подал подачи. Ну, немножко информации такой, чтобы можно думать было, все-таки, кто из них сильнее. Играли они между собой семь встреч. Пять побед на стороне Ван Хауэ и две победы у Джан Дзеке. И причем последняя игра, которая была в полуфинале немецкого про-тура, одержал победу молодой Джан Дзеке 4-1. Поэтому, значит, есть варианты то, что завяжется борьба, и молодой спортсмен будет не только сопротивляться, наверное, бороться за победу. За победу. Ну, вот я уверен в этом том смысле, что они опять же друг другу великолепно знают, какая-то тактика будет присутствовать. Как сегодня Ван Хауэ вырвал встречу. Вырвал практически своего же спортсмена из Китая. И за счет опыта, можно сказать, Малон проиграл именно потому, что каждый очко разнообразил Ван Хауэ, и все-таки он переиграл. Потому что казалось в один момент, что Малон переигрывает Ван Хауэ. Ван Хауэ везло немножко там, и сетки были, и край стола задевал мяч. Ну, в конечном итоге он одержал победу, и сейчас ему предстоит еще раз доказывать, что он может обыгрывать новое поколение. Потому что Джан Зеке 88-го года, а Ван Хауэ в 83-й год. В 83-й год на 5 лет он старше его, но очень уже опытный спортсмен. Две Олимпиады, четыре чемпионата мира. Ну, в общем, играет он давно на высочайшем мировом уровне. Еще вот можно посмотреть классикацию. Еще в 2004 году он был первой ракеткой мира. И теперь опять вернулся на первое место в мировой классикации. Ну, давайте посмотрим за этой встречей. За первым сетом, наверное, он будет показателен. Сможет ли бороться в Джан Зеке с одним из самых титулованных спортсменов мира, Ван Хауэ. Да. Вот вам и розыгрыш настоящий. Чуть-чуть повезло Ван Хауэ. Мяч задел сетку, потерял вращение. И мяч как бы скатился у Джан Зеке. Ну, счет практически равный пока. 6-4 ведет более опытный. Ну, вот мы говорим, что все-таки вот это двухстороннее нападение, которое в большинстве случаев присутствует у европейских спортсменов, а китайские спортсмены все-таки, у них очень сильная правая сторона. Очень сильная правая сторона, с которой не можем мы пока справиться. А здесь молодой спортсмен, который и великолепно играет с правой, и фантастическую игру показывает слева. Как бы у него нету слабых мест. Третья ракетка мира. 6-6. Я надеюсь, нас ждет полноценный спектакль. Очень надеюсь, что мы будем смотреть не четыре сета, а чем больше, тем лучше. Ну, каждый из вас волен выбирать своего кумира в этом финале. Кому что нравится. Серьезность, серьезные отношения. Очень целеустремленный ванхау. Или суперспособный, суперталантливый. И чуть-чуть похоже на нашу европейскую спортсмена-игрок. Джанзеке. Вот два направления. Кому что больше нравится. ну только могу сказать что ясно что джензеки молодой и не из того что он моложе мы просто чуть чуть быстрее все таки быстрее чем не ветерана чем опытный спортсмен уан хау но по игре просто он такой родился физические качества физические способности присутствие на то что он играет вот среди всех кого я видел самый быстрый настольный теннис сложный быстрый смотрите уже 97 повел джензеки помните как он начал встречу то 03 и казалось растерялся как бы не своей тарелочки находятся а сейчас взялся зрители зрители просят успокоиться давайте на трибуны посмотрим за кого больше болеют китайская сторона ясно будет 50 на 50 а как европейцы цикала о отличную атаку провел с подачи сразу джензеки и 10 8 первом сете и меня вот опять удивляет все таки мяч соскакивает после топ спина чуть-чуть боковым вращением не приподнимает спортсмены ну может быть по телевизору все медленнее конечно кажется там наверно скорость до того фантастически что очень трудно следить очень трудно подготовиться трудно там наверно вариант 1 достать до мяча дайте попасть по мячу а уже как что сделать на втором месте поэтому они лучшие в мире 10-10 анхаус всю жизнь борется 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 взять у него очко это целые песни цены роман ну какие ничьи вытаскивали перекручил косы слева сыграл опять активно ну посмотрим ну с подачи справляются они очень хорошо оба оба справляются с подачи великолепно практически таких простых ошибок нету ошибка только в розыгрыше кто первым атакует тот имеет сразу огромное преимущество в общем выигрывают очки не проигрывает не делают невынужденные ошибки а именно выигрывают очко именно выигрывают третий сетбол не справился с подачи ванхау не справился с подачи изменил подачу джан заки изменил посмотрите но это предыдущий очко плоский мяч длинный не очень это сейчас . который великолепно разыграли спортсмены которые при 10 9 по моему это . вот сейчас будет еще косой мяч ему играет опять прав еще раз перь влево по моему надо уже в него играть влево опять справа первая третья ракетка мира начинается второй сет первый сет ну как всем наверное кажется и мне выиграл довольно таки уверенно потому что проиграл вначале очень много собрался и выиграл молодой джан джеке 11 что-то будет менять ванхау я думаю что с его опытом он будет искать варианты искать варианты нюансы просто мелкие нюансы потому что они тренируются вместе друг друга знают все умеют люди хотя этот молодой спортсмен играет великолепно просто великолепно ничего он не пропускает все перед собой скорость фантастическая скорость вращение все добавляет вот он начал с подачи слева и добавил добавил слева вращение добавим смотрите еще раз добавляет кисть великолепная кисть очень хочется чтобы эту технику подсмотрели и мы тренеры и спортсмены ракетка идет к мячу к мячу попадает мяч в ракетку потом уже все делается поэтому нету практически ошибок 41 неожиданный результат пока сейчас показывает молодой спортсмен что-то такое случилось не справляется второй раз уже не справляется с подачи ванхау вот мы про что говорили вот это подачи которые европейские видели что сегодня как раз этой только этой подачи пользовался бой я говорил что чем-то похож этот молодой спортсмен на европейского игрока оригинальный игрок плюс все поставлено за счет фантастических тренировок китае и вот это вот разнообразие которым нравится очень многие же знают что уважают болельщики своих спортсменов любят и на руках носят ну как ни странно и когда приезжали вальдер или вова самсонов залы рыдали от того которые увидели спектакль в исполнении таких великих игроков как вальдер как вова самсонов как боль и им нравится этот спектакль потому что все-таки китайцы чуть-чуть зациклены зациклены но вот появился у них игрок который похож на европейского игрока с европейским стилем точнее видение игры вот так можно сказать 72 второй сет 72 еще раз повторяю это первый чемпионат мира которым играет джанзеке в личных соревнований да он приезжал на чемпионаты мира и до игра в паре до играл в смешной паре до играл мужской паре в команде но в личном его не подпускали и вот сейчас он играет финале чемпионата мира ой-ой-ой повезло чуть-чуть но чуть-чуть не достал этот молодой матч повезло ну везет сильнейшими надо так говоря везет кто везет боролись за мяч это бару но уже счет 84 впереди джанзеке 3 ракетка мира будем наблюдать как дальше будет разворачиваться события не может быть так чтобы ванхау отдал встречу просто ну не то что не борясь а с явным преимуществом будет придумывать вариант сейчас он придумал вариант чем не надо разыгрывать мяч а надо сразу играть все остров супер роста супер остров ну вот вот в этим и похож джанзеке на европейцев ему хочется сыграть оригинальный ему хочется сыграть красиво но в этом и прелесть настольного тенниса он сейчас подал подачу получила атакующий удар со стороны ванхау и захотел супер эффектно сыграть по прямой топ спины и вот уже счет 87 практически рано сравнял счет ванхау мы говорили что он боец до мозга костей ну а теперь великолепно сыграл джанзеке отлично отлично смотрите не пропускается ни один ход все время настрой на атаку на атаку на атаку здесь пассивность полностью отсутствует это смерти подобно очень близко на столе играет со стола играет супер быстро чуть-чуть стал обижаться ванхау что такое посмотрите на столе остался на столе скорость еще раз скорость ну и скидка в фантастическом очень уверенный первые два сета я не говорю о каком-то преимуществе просто он они оба играют великолепно но в атаке и в скорости в разнообразии преимущество пока джанзеке имеет ну третий сет что придумает чемпион мира предыдущего девятого года чемпион мира в одиночном разряде девятом году вот я сейчас считаю раз два четыре шесть семикратный чемпион мира ванхау это с командами с парами с одиночной семь раз две чемпионами ой 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 это не сказки это так играют люди это сказочные люди так игра можно перевести в другую сторону ой какой не он не злая он настроена он по моему себя заводит что ж ты делаешь давай 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 себя поддерживает психики все хорошо все нормально у нас трое настрой настрой нет такого счета что вы ванхау не играл и точнее не боролся у меня такое ощущение еще быстрее стали играть еще мощнее какая реакция какая скорость ну чуть-чуть стала вести ванхау может быть увидел боженька что так как старается этот спортсмен и начал чуть-чуть помогать ему чуть-чуть помогает тактически я могу сейчас понять этого молодого спортсмена он перестал подавать ту подачу которую ему приносила успех потому что такое ощущение что как бы этот сет не то что отдает они применяют те технические элементы которые приносили ему успех для того чтобы их оставить на следующий сет это вот иногда бывает такое чтобы с подачами связаны так чтобы противник не привык к ним еще какие-то элементы ну сейчас ему повезло чуть-чуть хотя он очень пассивный сыграл неожиданно просто на ту сторону это не давало ему шансы выиграть в розыгрыше но чуть-чуть повезло пассивно сыграл молодость молодец борец за красотой оставил коротко изменил направление великое великое но теперь смотрите все то же самое что было во втором сете помните было огромное преимущество у джанзы кей иван хау достал ими а теперь в обратную сторону 71 был расслабился молодость покинуть он уже не вращает на приеме играет напряжение велико не какой-то есть чине что вот эту партию он неполноценно играет как он может представляете он так играет а мы говорим шум плохо я не говорю плохо но для него это плохо да рождается новая звезда мирового настольного тенниса на приема стал играть практически не атакует тренирует реакцию на прием готовить себя к следующему сет заметно это у банхау таких вещей нет думаю что может быть он и расслабился так или не может собраться обратно посмотрим вот именно следующий сет четвертый сет покажет игрок какого уровня какой концентрации но ван хау все-таки не готов чуть-чуть не готов что что он такое сопротивление имеет от этого молодого спортсмена проиграл ему он тоже значит тот может одержать победу 11-6 третий сет выиграл ван хау и мы будем дальше наслаждаться еще минимум два сета минимум я очень надеюсь что мы посмотрим полноценный матч но хотя бы из шести сетов из семи сетов это основной все остальное это немножко заблуждение что там такие способны а у нас нет способных нет только за счет огромной работы огромного тренировочного процесса и не только огромного но и правильно давайте мы вот нам показывают уже четвертый сет 98 у нее началась но это борьба за золотую мига 99 и я видел здесь был стоп и видно что это говорит о том что джанзеки вел вел очень много и по моему не упустил счет и счет стал равным 9 9 но так борется ван хау и предыдущей встречи вы помните смолонгом он вырвал и вот он начал свою коронную подачу из правого угла перри играл короткой игре две такие ошибки не падение даже что-то случилось что-то случилось и кто более психологически устойчив 11 9 счет 22 ну что-то случилось опять что-то случилось с джанзеки потерял уметь игровую ошибки несвойственные уровню его игры несвойственные 22 ну как мы хотели минимум 6 сеток мы увидим ну вот видите пришли на праздник люди и наслаждаются этим праздником ну и мы тоже довольны что мы видим настоящий настольный теннис вот мы говорим видите как перестраиваются игроки подавал одни подачи проиграл 0-2 поменял подачи поменял тактику поменял стратегию игры все время думают все время думают ну и еще они это могут выполнить что-то мне непонятно на приеме играет джанзеки на приеме играет он перестал атаковать он перестал вращать он перестал повторы вращениями играть что-то такое надломился чуть-чуть надломился конечно такой опытный спортсмен как ван хао может заставить играть неправильно но если джанзеки заставить себя опять играть суперактивную игру стабильной но суперактивную игру он имел преимущество а сейчас явное преимущество в атаке имеет первая ракетка мира ван хао он первый атакует он продолжает ну и везет ему чуть-чуть везет везет первый начал первым начал в конце концов джанзеки вот представитель сейчас тотализатор как люди думают 2-0 все выиграл этот 2-2 растерялся другой ставки поменяются каждую секунду и уже ошибки видите но это финал супер красивые игры наверное трудно ждать от финала здесь психологии на первом месте держать себя вот голос появился заставляет себя дань надо что-то делать тонус подымается от этого вот помните мы были 20 секунд обязательно между подачи вот к этому и пришли первые четыре сеты немножко темп был выше конечно игровой темп быстрее разыгрываются очки сейчас задержки паузы дочка обязательно уже ошибки видите почему технические пошли короткой игре очень много очков проиграл джанзики значит ванхау навязал ему это игру смотрите двух ходовки начались помните очки разыгрывались великолепные долги длинный розыгрыш через вращение передвижение параллельно столу вперед назад все было а сейчас все заканчивается первым вторым ходом и опять на приеме ну повезло сейчас просто повезло джанзики мы говорим теперь дайте буду смотреть следить через сколько секунд начинается каждый розыгрыш в этом в этой встрече ну что это правильно так и нужно опять повезло отлично играли ну наконец то вот сейчас розыгрыш был такой практически выиграл смотрите положил он его и задел светку мяч не знаю не видел извинился он не извинился принято так или не принято не китай смет европе спортсмены приносит извинения сейчас мы не видим гениальных мячей мы видим уже немножко такой психологически ошибки делаются не на этом уровне на уровне первой третьей ракетки мира это уже играют просто люди не роботы люди они тоже люди никто же может быть и мандраж расстройство какой-то внутренний не знаю планы не знаю а она и и и и уже в нападении вот поменялось чуть-чуть нападение джанзы кей он имеет преимущество разделился зал мы болеем за продолжение опять вот эту подачу он включил который уже много много раз уже нет по сетам не могу сказать точно но ну четыре или пять подач не принял как-то сдался в этом розыгрыш иван хаун 32 джанзы кей в одном сети от звание чемпиона мира я не хочу каркать но он из себя заставит нападение играть он переигрывает ван хаун когда он играет остро на такую части они пассивно не отдает инициативу тогда он имеет преимущество вот это подача с которыми не справляемся первый чемпионат мира где он участвует в одиночном разряде вот этот розыгрыш за это любят китайцы европейцев и появился у них игрок который похож на европейцы 1-0 но я хочу сказать результаты еще мы не ну точнее вы не слышали от нас в женском парном разряде гау ю и лисяу ся стали чемпионками мира где ним и гау янь вторые все золотые серебряные медали в копилке у китайской школы настольного тенниса именно школы обучение школы направлений все поставлен для того чтобы играть на таком уровне который мы сейчас видим ну наверно будут не свойственные ошибки для такого уровня игроков будут будет этот финал чемпионат мира ну вот я смотрю уже больше 20 секунд между очками второй раз ошибается своей сильнейшей стороной ванхау все он сейчас сделал довольно таки простой мяч я не хочу сказать что суперсложно каждое очко будет разыгрываться один 3 1 справился с подачей ванхау очень четко сыграл коротко не сумел коротко сыграть джан дзеке и в атаке был ванхау великолепным топсом коса вправо он выиграл очко очень быстро супер быстро по прямой заходом очень быстро уложил просто этот мяч по восходящему ну чуть-чуть конечно не по восходящему но все равно все равно супер быстро игра и не успел ванхау правый угол не успел за кого болеют эти девушки по их лицам видно чуть-чуть наверно они ближе к ванхау ловит право угол ловит право углу поэтому наверно он понял что ванхау будет заходить и будет освобождать право угол и он стал туда направлять быстрыми мячами и пассивно туда быстро 5-2 зал аплодирует аплодирует игре аплодирует этому невероятному уровню подготовки мастерства владение мяча на аплодисменты можно сказать что люди болеют за настольный теннис не с кого-то конкретно а именно за настольный теннис что сделает ванхау как он поменяет сейчас направление игры что он изменит давайте посмотрим эти нюансы ванхау ну здесь он ничего особо не изменил просто не очень удачно выкинул подачу джан дзеке довольно таки высоко над сеткой и реализовал эту атаку ванхау 3-5 5-3 ну начались те ошибки которые должны быть это решающие встречи решающие очки смотрят да они чуть чуть лучше пока чуть чуть лучше но боль тоже великолепен и мы его поздравляем с бронзовую медаль вот в атаке был а теперь он сыграл не только быстро но еще мощный супер мощный на выигрыш играл на выигрыш но здесь можно сказать ванхау не справился с подачи если уж ты длинный игра и что ты должен быть уверен то что ты на приеме сыграешь великолепно это сложно 7 4 маленькая большая сенсация может родиться до 3 номер ракетки но все таки кто такой ванхау кто такой джан деке талантище ясно это все видят но ванхау и талант и результат все в сумме 8 4 3 очка 3 очка по моим зрители тоже разделились разделились психологии сейчас они уже секунд 30 ходит перед подачей 9 4 переигрывает он левой стороной конечно здесь ясно было вы помните сет который он играл просто в одной защите атаковал только ванхау сейчас поменялась игра первым все время в атаке джан дзеке 2 очка его отделяет ну вот сейчас уже пошел розыгрыш до конца да я представляю сейчас напряжение он сейчас был нападение казалось уже выиграл очко 9 5 хорошая улыбочка или плохая была сейчас непонятно подачу не подал ванхау но не знаю не знаю расслабленное состояние ванхау сейчас играл довольно простенько и не очень уже так концентрированно играл и джан дзеке одна психология и 8 10 и подачи ванхау улыбка бродит у джан дзеке но не знаю с чем она связана не может он сконцентрироваться не знаю последний розыгрыш просто не то что плохие какие то непонятные ну два матчбола у нее еще есть один матчбол остался боец ванхау боец ванхау не умер один матчбол что будет что будет сейчас не знаю десять пять было подачу не подал десять десять 5 очков подряд может быть в этом и величии Ван Хаун нету такой состояния в игре когда он не борется 10-5 10-5 причем 10 очко досталось просто так Ван Хаун не подал подачу фантастическая атака была и здорово играл практически укоротил но немножко выскочил мяч еще один матчбол было 5 матчболов теперь 6 матчболов опять все вздохнули такое ощущение что мяч мог сейчас попасть в сетку концерт большой театр смотрите топ и не испугался по прямой поймал зрители не должны их отпустить продолжайте пожалуйста и вот у Ван Хау больше это 6 сет ровно опять тут до инфа близко особенно у них тоже есть личные тренеры я представляю их состояние сейчас и помочь невозможно направить невозможно вот и люди которые болеют за Ван Хау поддерживают его заслужил конечно аплодисменты седьмой матчбол седьмой матчбол закончился матч 4-2 победа на стороне Джан Зике он чемпион мира поздравляем его поздравляем с этим финалом разорвал смотрите что делает после матча маленький концерт устроил Джан Зике но я впервые вижу когда человек рвет рвет мастер на груди он побежал к своим его это вот наверное его личный тренер он молодец все таки был человек который болел и переживал за него да мы увидели концерт мы увидели все что можно было и спад в игре и потом возврат фантастическим розничным мячам мы ну я потрясен финалом мы видели финал женщин тоже фантастика это две женщины которые покорили меня Денин и Лисяуся мы заканчиваем наш репортаж я жду вас в 12-м году на чемпионате мира командам которые будут проходить Дорк до сих пор